15 километров ползли почти два часа. Приходилось преодолевать 60-километровый объездной путь, который серпантином вьется по склонам Северомуйского хребта. На этом по-своему уникальном отрезке магистрали более полусотни мостов, эстакад и тоннелей, то есть в среднем по одному сооружению на километр. Радиусы поворотов, а прямых отрезков здесь считай, что нет, почти везде критически малы. А уклон близок к предельно допустимому. Из-за перегрузок рельсы быстро изнашивались. Ежегодно приходилось заменять 15 километров пути. Быстрее обычного приходили в негодность и колесные пары вагонов. Кроме того, зимой, а она в этих местах длится 8 месяцев, поезда всякий раз рисковали угодить под снежную лавину. Но все это в прошлом. Теперь с вводом в эксплуатацию Северомуйского тоннеля составам нет нужды преодолевать перевал, и вместо двух они тратят на весь участок четверть часа. Этот тоннель длиной 15 километров в 343 метра первый по протяженности на территории бывшего Союза и седьмой на планете. Но уникальность его даже не в длине, а в том, что он проложен в районе с крайне неблагоприятным геологическим строением. На пути тоннеля множество зон тектонических разломов. Разлом – это зажатая между двумя гранитными, что ли, блоками масса из перетертых пород, такая дресла, песок, глина. Все это миллионами лет в связи с тектоническими колебаниями было в движении и приходило в такое состояние. Периодически происходили прорывы, и насыщенная водой горная масса врывалась в тоннель под напором в 30 атмосфер. И ничем этому не поможет. Когда приходится быть в забой, и на глазах происходит выброс породы, это очень страшное, впечатляющее зрелище. Гул стоит, потом вырывается сель из какой-то темноты, которая от нас, значит, трещина, ее не видно, света только в тоннеле. И люди уже, когда только слышат этот гул, они начинают отходить от забоя дальше, и как только этот сель вырывается, они уже, как настоящие спортсмены, убегают. Убежать удавалось не всегда. Часто выбросы приводили к трагедии. Всего за время строительства в тоннеле погибли 57 человек. В советские времена государство закупало для северомуйцев лучшую заграничную технику. Но ни японские, ни французские проходческие щиты с селевыми породами не справлялись. Эти щиты зажимались, происходил под давлением выброс сквозь их роторы, выброс породы внутрь щитов, и щиты останавливались на долгие месяцы, иногда даже и на годы. Последняя крупная авария, выброс 10 тысяч кубометров водопесчаной массы, произошла в апреле 98-го. Проходческие работы застопорились тогда на два года. Только в 2000-м, вновь собранная с разных строек страны команда старых бамовцев, сумела разработать эффективный метод закрепления разломных пород с помощью специального химического состава. И уже в марте 2001-го года произошла сбойка. Под землей, наконец, встретились бригады, пробивавшиеся навстречу друг другу. Через год по тоннелю прошел первый пробный поезд, а две недели назад было торжественно открыто регулярное движение. Время между первым пробным поездом и постоянным движением потребовалось для того, чтобы наладить очень сложную систему обеспечения безопасности в этом тоннеле. Это система вентиляции, система водоотлива, система сейсмометрии, система блокировок различных по движению состава. Это автоматически открывающиеся ворота. Эти ворота закрывают входы, на профессиональном языке, порталы тоннеля, чтобы защитить его от морозов, которые здесь часто достигают 40 градусов. В идеале, когда будут отлажены системы вентиляции и обогрева, под землей круглый год будет поддерживаться постоянная температура плюс 7. Пока же в тоннеле холодно, хотя и не так, как снаружи. Горных выработок при строительстве было пройдено в три раза больше, чем длина тоннеля. Это идущая с ним параллельно вспомогательная транспортно-дренажная штольня и четыре вертикальных ствола, соединяющих тоннель с поверхностью. Чтобы ускорить проходку, ее вели не только с двух концов, но и из этих стволов. В 74-м году, когда первые бамовцы пришли туда, где сейчас раскинулся поселок Северомуйск, это был настоящий медвежий угол. Ни дорог, ни профик. До ближайшего бурятского охотничьего поселка 115 километров. До линии электропередачи все 300. Два с лишним года понадобилось только на то, чтобы проложить какую-никакую дорогу и расчистить в тайге место для строительства поселка. Спустя 26 или 28 лет, смотря как считать, Северомуйский тоннель наконец пройден. Он открыл доступ к территории в полтора миллиона квадратных километров, на которой сосредоточена треть природных богатств России. За это время на строительстве успело поработать 30 тысяч человек. В поселке Северомуйск сейчас жителей тысячи четыре. В основном это строители и члены их семей. Кто-то из них поедет на другие объекты бам-тоннель-строя, кто-то пойдет работать в службу эксплуатации Северомуйского тоннеля. Ну, я думаю, что судьба поселка будет зависеть непосредственно от этого тоннеля, от эксплуатации этого тоннеля. Значит, будет жить тоннель и будет жить поселок. Тем более сейчас много в поселке благоустраивается. Постоянное жилье, бассейн, спортзал, здесь все есть для того, чтобы продолжать нормальную жизнь. Постоянное жилье – это выросшие на том конце Северомуйска, что ближе к тоннелю, блочно-бетонные дома, утепленные стекловатой и обшитые досками. Квартиры в них предназначены тем, кто будет занят на обслуживании тоннеля. Бывшие тоннельщики Северомуйска без дела не сидят. Они строят метро в Казани, Новосибирске, Красноярске, Алма-Ате, тоннели на Северном Кавказе. БАМ дал им уникальный опыт. С такими сложными условиями и климатическими, и геологическими российские проходчики не сталкивались, пожалуй, больше нигде.